Два года назад в эфире НТВ впервые были показаны уникальные кадры из частных архивов, о существовании которых ранее никто не догадывался. Предсказания великой прорицательницы Ванги, которыми она поделилась незадолго до смерти. Слушайте меня! Слушайте! То, что она говорила, казалось фантастикой. Многое на тот момент было попросту непонятным. 2011 год будет особенным. Люди изменятся. И весь мир изменится. На севере прольется химический дождь, от которого умрет все живое. Что означали эти слова? Стало ясно лишь после того, как предсказания стали сбываться. Начало катастроф весна 2011 года. Мощнейшее землетрясение. Цунами. Авария на Фукусине. Радиация. Ядовитые дожди. Угроза всему живому. В точности, как говорила правительство. Впрочем, это еще не все. У предсказания было страшное продолжение, в которое до сих пор мало кто верил. Самое главное пророчество Ванги. Весной начнется война на Востоке. И будет третья мировая. Придет апокалипсис. Химическое оружие. Пустая Европа. Именно в марте 2011 года начались волнения в Сирии. И именно Сирию упоминала Ванга в своем пророчестве о грядущем апокалипсисе. Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают, скоро ли придет это время? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Сирия рухнет к ногам победителя, но победитель окажется не тот. Что это значит? О каком времени говорила провидица? Весной начнется война на Востоке. Война на Востоке, погубившая Запад. Будет третья мировая. Придет апокалипсис. Неужели Ванга вновь оказалась в правах? Американцы развязывают третью мировую войну. Почему она считала, что события в Сирии могут стать началом конца для всех остальных? На самом деле это лавина. Что она видела? И о чем пыталась предупредить? Безусловно, заполыхает все вокруг. Борьба за Сирию имеет огромное мистическое значение. Что будет после третьей мировой? Шестнадцатый год. Пустая Европа холодная. Война в Сирии. Химическое оружие и угроза вооруженного вторжения сил НАТО. Что это? Простое совпадение? Или страшные предсказания действительно стали сбываться? А третья мировая уже началась? Откровение великой пророчицы и свидетельство военных экспертов, о чем говорила нам Ванга. И какой будет эта война сегодня в нашей программе. Точность пророчеств Ванги поразительна. По данным исследователей, более 85%. Доподлинно известно, что она предсказала и дату смерти Брежнева, и перестройку в СССР. Старые вожди уйдут. Им на смену придут другие. Завеса рухнет. Люди увидят мир. На этих кадрах Ванга просит Кирсана и Алюмжинова дать президенту Ельсуну дельный совет. Болеет он просто? Болеет? Пусть он не пьет. Незадолго до смерти к Ванге приезжали сотрудники российских спецслужб. Невероятно, но факт. Люди в штатском и слепая полуграмотная болгарская бабушка говорили о российской политике. Она предсказала нестабильность в России. Предсказала, косвенно предсказала дефолт. Она предсказывала и то, что будет частая смена руководства Министерства обороны. В 2011 год Ванга назвала переломным для человечества. Весной на Востоке начнется война, которая через пять лет разрушит Европу. Нельзя оружие. Плохое. Тогда Европа опустеет, никто там жить не будет. В 2016 год пустая Европа холодная. Арабская весна в Сирии началась с организованных с помощью социальных сетей митингов оппозиции. Поначалу акции были мирными, но уже в марте 2011 года в руках протестующих оказалось оружие и появились первые жертвы с обеих сторон. Конфликт перешел в затяжную войну, в которой уже погибло более 70 тысяч человек. По данным экспертов, 85% боевиков оппозиции, так называемой сирийской свободной армии, иностранцы-наемники, спонсируют эту войну саудовские монархи, Израиль и США. Чтобы остановить развитие остального мира и быть державой номер один, грабить других там, высасывать из других ресурсов, американцы развязывают третью мировую войну. В Сирии воюют наемники из 29 стран мира. По сути, это настоящая мировая война в рамках отдельно взятого государства, которая в любой момент может распространиться на весь Ближний Восток. Возможен конфликт между Ираном и Турцией. Безусловно, война перенесется на территорию Ливана. Безусловно, заполыхает все вокруг. В своих предсказаниях Ванга связывала третью мировую с использованием химического оружия. Неужели она действительно имела в виду последние события в Сирии? Химическое оружие. Пустая Европа. Зло вырвется из-под земли и разрушит все. Недавняя загадочная химическая атака в Сирии вызывает массу вопросов. Не дожидаясь заключения экспертов, Запад поспешил объявить виновными войска Башара Асада и заявил о готовности вооруженного вторжения в Сирию. Совершенно очевидно, что для Асада использование химического оружия абсолютно неприемлемо. Как ответственный политик он понимает, что тем самым он обрекает себя и страну на военную акцию. Поэтому всегда надо искать, кому это выгодно. Выгодно провокация с химическим оружием прежде всего для Вашингтона. Даже после того, как похожее оружие было найдено у боевиков оппозиции, обвинения в адрес правительственных войск не прекратились. Откуда это оружие? Кто его в действительности применил, никого не интересует. В конце лета, начале осени предсказывали наши эксперты начало новой фазы наступления боевиков. В первую очередь сирийской свободной армией. Понятно, что провокация с химическим оружием в Дамаске должна дать возможность ударить по армии Асада и в первую очередь облегчить наступление оппозиции. Как и в случае с Ираком, США ищут повод для нападения. Свою готовность поучаствовать в войне подтвердили Великобритания, Франция и давний противник Сирии – Турция. Соединенные что-то хотят показать, кто в мире хозяин, что только в Вашингтоне принимают решения о судьбе тех или иных государств, тех или иных руководителей государств. Детальный план операции против Сирии Пентагон разработал еще год назад. Все должно начаться с мощнейшего ракетно-бомбового удара. Тысячи человеческих жертв и огромные потери для мирового культурного наследия. Сирия – государство с древнейшей историей, колыбель многих цивилизаций и культур, страна, где тысячелетиями уживались самые разные религии. Здесь находятся множество христианских святынь. Гробница Иоанна Крестителя, место исцеления апостола Павла, поезд Богородицы, чудотворная икона Божьей Матери, написанная апостолом Лукой, и мечеть Амиядов – самый высокий минарет, который носит имя Исы. По преданию, именно по нему Иисус Христос спустится на землю накануне страшного суда. Война в сердце Ближнего Востока приведет к непоправимым последствиям. События в Сирии – это события международного масштаба. Фактически речь идет о глобальном столкновении не просто добра и зла, а будущего устройства современной человеческой цивилизации. Не об этом ли говорила Иванга, напрямую связывая катастрофу апокалипсиса с войной на Востоке? Плохо будет злым жить. Остановитесь. Остановите гонку, деньги, оружие. Зло вернется, беда будет. По мнению экспертов события в Сирии, рано или поздно скажутся и на безопасности России, которая продолжает делать все возможное для решения проблемы дипломатическими методами. Россия, ввязавшуюся в эту борьбу на стороне свободной Сирии, на самом деле, может быть, сама того не понимая, ввязалась в борьбу на стороне сил добра против сил зла. Сегодня от позиции России зависит все. Могу сказать, не многое, а практически все. Воля нашей страны, твердая позиция, понимание того, что проиграю сегодня в Сирии, завтра мы будем отражать ракетные атаки здесь, в Москве, на Кавказе, на территории нашей страны, Сирия. Сегодня сражение за Сирию – это сражение за Россию. Поразительно. Но на вопрос, когда начнется Третья мировая, Ванга давала вполне конкретный ответ. Не скоро еще не пала Сирия. Как только Сирия падет, ждите великую войну между Западом и Востоком. Еще Сирия не пала. Сирия рухнет к ногам победителя, но победитель окажется не тот. Впрочем, если верить провидице, не все так безнадежно. Мир не погибнет. Говоря об опустошенной Европе, которой, по ее словам, так и не удастся помолодеть, Ванга прямо указала, что Россия сможет избежать разрушительных последствий грядущей войны. Ванга говорил об апокалипсисе, что Россия станет новым ковчегом. Я помню, что она говорила о том, что очень мало воды будет, пресной воды будет. Зло выплеснет из-под земли и разрушит все. Только Россия спасется. Не все. Согласно пророчеству Ванги, в России будет и вода, и мир. Более того, она указала даже год, с которого начнется новый этап в судьбе человечества. Наступит в 2024 году эра благоденция, и Россия возродится. Люди духовно обогатятся. И ждет, по-болгарски слово, хиляда, тысячи, и ждет хилядолетия, то есть тысячелетия благоденция. Потомкам, на долю которых выпадут тяжкие испытания, Ванга завещала лишь эти простые слова. Возле конца света спасутся лишь те, кто избавится от глупы и зависти. Кто сможет стать другим, ничего не спасет. Ни побед в другие страны, ни деньги. Только чистота изнутри. Субтитры создавал DimaTorzok